Дагестана-Азербайджанская граница Это джавахетия, грузины перегибают палку, зажимая право джавахского народа Это, к сожалению, наш Северный Кавказ Это миллионы, а может быть и сотни миллионов долларов, которые вкладываются в то, чтобы дискредитировать Россию именно сегодня в преддверии Олимпиады Я не ставлю во главе угла Олимпиаду, я не большой сторонник этого мероприятия Да, хорошо, что Россия будет принимать Олимпиаду Но, коль скоро это уже так случилось, нужно сделать все, чтобы она прошла эту Олимпиаду достойно На сегодняшний день делается все для того, чтобы выставить зону Кавказа, Северного Кавказа, Российского и вообще Большого Кавказа Как зону красного пояса, где опасно не то, чтобы Олимпиаду проводить, а вообще жить и существовать Карамель Мозгутович, само собой, что территория Кавказа постоянно находится под угрозой, так же, как Москва и Санкт-Петербург Но стоит ли опасаться жителям обычного города, атаки со стороны террористов? Ну, цель террористов, как правило, привлечь максимальное внимание, да Поэтому в Кукуево взорвать объект Они сами понимают, что это обязательно спишут на пьяного слесаря, который что-нибудь где-нибудь не перекрыл Поэтому для того, чтобы получить резонанс, нужно, конечно, сделать это там, где есть средства массовой информации Где есть большое скопление народа и где наиболее тяжело скрыть последствия То есть с этим и связаны теракты на площадях, в транспорте и так далее Тут сложно локализовать, закрыть и не допустить Вообще цель терроризма это наибольшая огласка Потому что иначе свой протестный вариант, во имя которого они проводят теракты, он не будет известен никому Если уравнять шансы, если СМИ будет настолько же, хотя бы настолько же пропагандировать антитерроризм Не констатировать, а пропагандировать То, я думаю, что террористам будет сложнее Сегодня террористы не могут жить без СМИ Для них это нож к гору Нет СМИ, нет терроризма На соседней улице никто уже не узнает Аминь 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 Продолжение следует...